Во Владивостоке в районе Седанки прошел рейд по пресечению выезда на лёд автомобилей. Его провели сотрудники администрации города, Министерства по делам ГОЧС Приморского края, МЧС, городской поисково-спасательной службы и полиции. С помощью квадрокоптера зафиксированы нарушители. Теперь все фото и видеоматериалы будут переданы в административные комиссии для оформления протоколов. Каков штраф за выезд на лёд? Штраф за выезд на лёд – это утраченная жизнь и утраченный автомобиль. Самый большой штраф, наверное, который сегодня существует. А в рамках административного производства, там зависит от лица, совершившего административное правонарушение, может достигать 50 тысяч рублей. Во Владивостоке выезд на лёд категорически запрещен и касается всех водоемов, морских акваторий, рек, озер, водохранилищ. Запрет действует на постоянной основе. Выход на лёд у нас ограничивается в тот период, когда идёт становление льда, это до 31 декабря. Идёт интенсивное разрушение льда, это с 1 марта. В остальной период выход на лёд, граждан, разрешён. Наш морской город должен иметь возможность выходить на лёд и получать удовольствие от рыбалки. Выезд на лёд запрещен в течение всего периода становления льда, разрушения льда. На любом виде транспорта выезд на лёд запрещен. Во время рейдов специалисты используют промышленный квадрокоптер. Он оснащён динамиком, мощностью до 100 дицебелов и видеокамерой, а также тепловизором и прибором ночного видения. Фото и видеоматериалы, сделанные с квадрокоптера, позволяют получить чёткую картинку и зафиксировать таким образом данные автомобиля-нарушителя. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.